Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как мы с мамой буквально на днях съездили в Москву. Всё началось с того, что у меня прошёл день рождения, и по традиции я его не отмечаю, а просто куда-то еду в какой-либо город, в какую-либо страну, просто попутешествовать. И тут мы решили съездить в Москву, так как меня приглашала мама моей подруги, которая жила в Тубае, и, к сожалению, скончалась от рака в прошлом году. Плюс к тому я нашла в Москве бизнес-форум, который проходил 11 декабря, на который можно было прийти бесплатно, зарегистрировавшись на сайте, и посетить таких спикеров, которые рассказывали про бизнес и предпринимательство в России. Меня очень интересовала Ирина Хакамада, которая выступала на этом форуме, об этом я буду рассказывать чуть-чуть попозже. Ну и помимо этого просто погулять по Москве, посмотреть, как она изменилась, потому что я не была в Москве с 2012 года, когда мы с подругой, с моей подругой-журналисткой Настей из Лондона, ездили в дом журналиста русской зарубежья, на какой-то семинар, что-то там представляли на свою газету. Я свой YouTube-канал как раз в тот момент, я только начала развивать Лондайланд и как бы презентовала свой канал Дому журналистов. Ну и помимо этого я ещё заскочила в РИА Новости, где я подрабатывала волонтёром. Был такой проект, назывался «Ты репортер». И там что-то я отсылала, какие-то новости из Лондона, и набрала какое-то количество баллов, за которые получила кружку, блокнот и телефон. Мобильный телефон Nokia, которым пользовалась моя мама потом такой ещё кнопочный. Но это был 2012 год. То есть 7 лет я не была в Москве уже, а мама и того больше. По-моему, 13 лет она не была в Москве. Ну и так мы проезжали просто мимо, когда ездили к бабушке, к дедушке в деревню, в Кировскую область. Они там жили, кстати, в Киров. Мы с мамой ездили в этом году сразу после Лондона, как я вернулась. Об этом я тоже, наверное, сделаю репортаж, потому что это очень интересно, как англичанка приезжает в Москву, в Киров. Мне кажется, это будет полезно узнать как русским, так и русским живущим в Великобритании, которые хотят попутешествовать по России. И вот так вот, сложив несколько дел, который мы можем сделать в Москве, мы решили купить билеты, забронировать отель. Кстати, билеты обошлись нам в 4 тысячи рублей на двоих туда и обратно. Отель обошелся нам еще в 4 тысячи рублей. За две ночи мы три дня провели в Москве и две ночи провели в отель. Я в этом ролике буду немножечко сравнивать Москву с Лондоном, или Россию с Великобританией. По поводу отелей все бы ничего, но в Великобритании, допустим, в каждом номере есть чайник. Это нас выручало, нам это очень сильно помогало, потому что мы такие путешественники, которые не питаемся в ресторанах, а питаемся дома уже в отеле, покупаем просто еду в магазине и приходим домой попить чаю. Таких отелей я не нашла, ну, дешевых, естественно. Все мы всегда берем по дешевке, чтобы чаще побольше путешествовать, а не тратиться. Нам излишества и роскоши не нужны, нам нужно только впечатление, хорошие эмоции и праздничное новогоднее настроение. Так вот, отель мы нашли в центре города, мы жили на Новом Арбате. Это практически центр. Там, где, знаете, такие здания, когда в советское время было написано СССР, вот сейчас на них там снежинки, олени гуляют, то тоже какие-то проекции происходят. И вот в этом отеле чайника в номере не было, но зато была такая общая площадь, где мы могли подняться наверх, там и утюг с гладильной доской были, и столик, где можно попить чаю. Но мы пили чай в номере. Номер простой, буквально там метров 9 комната, две кровати, телевизор был в номере, кстати. И все, пришел, сходил в ту комнату, налил себе чайку и лежи спокойно, смотри телевизор, отдыхай. Простой номер, ничего особенного. В принципе, хорошее расположение, рядом практически с метро. 10 минут пешком нас все устроило. Кстати, по поводу метро. Мы купили вот такие вот карточки, единый билет на 3 дня. Одна поездка в Москве стоит 55 рублей. По этой карточке она, по-моему, стоит 438 рублей на 3 дня. Можно кататься безлимитно, что на метро, что на автобусе, что на монорельсе. На монорельсе мы, кстати, тоже прокатились, об этом я тоже буду рассказывать в отдельном ролике. Можно ездить вот такое, если вы приезжаете на 3 дня, есть еще на один день, там что-то 235 рублей стоит. Ну, это уточняйте на сайте московского метрополитена. Очень даже удобно. Мы гораздо больше изъездили по этому проездному. Ну, не знаю, рублей на 600, на 700 потратились каждый. Что мы делали, значит, в Москве? Естественно, днем мы пошли сразу же на Красную площадь. Ну, куда еще пойти в Москве, когда ты приезжаешь в Москву? Естественно, Красная площадь. Итак, мы приехали с мамой на Площадь революции. Она уже там шапку снимает. Такая красотка в Красном, а я в Синю. С Челси на Башке. Разно в Красную площадь, только в Красную. А Красную площадь можно и в Синю. Там очень все красиво было. Слава Богу, нам повезло с погодой. Было сухо. Уже наряжали ярмарку, которая открылась 13 декабря. Также там уже установлен каток, люди катаются. Ну, вот мы и пришли на главную центральную площадь в Москве. Красная площадь. Там еще идет ГУМ-ярмарка, да, мама? Покажи, где она. Где ГУМ-ярмарка? О, как слева. У-у-у, какая красота. Сейчас на фоне собора сфоткаемся и как-то ей не очень хорошо. А что там у нас гудит? Ту-ду-ду-ду-ду. Вот. Где-то гудит Кремль. Собор. Кремль. Мама. Ярмарка. ГУМ. У ГУМа стоит огромная красивая йога. Кстати, ГУМ в этом году оформлен в космическом таком стиле. Ну, тут ГУМ-ярмарка скоро открывается, по-моему, 13-го числа. А пока мы идем смотреть вот эту вот центральную елку. Оформленную в космическом стиле. Да, мама? Да, где я? Да? Ёлку идем смотреть. Сразу шапку снимает. И вот она, ёлка. Вообще, мы очень с мамой любим космос. И на ВДНХ мы побывали тоже в космическом павильоне. Об этом, обо всем я буду отдельно рассказывать в дальнейших моих роликах. Но, в принципе, впечатления о Москве создались очень даже ничего. Москва реально выросла за последние 5-10 лет. Мы, кстати, в один вечер пошли прогуляться и буквально по набережной прошли. И дошли до вот этого Москва-сити, где огромные высотки, к сожалению, не было ясным. Поэтому высотки утопали там в тумане. И последующие дни мы тоже, так как рядом жили, думали сходить еще, когда будет ясный день. Ясного дня не выдалось. И мы решили больше туда не ходить. Может быть, летом, когда приедем, тогда поснимаю еще и покажу вам, как там красиво. Я же обожаю небоскребы, я от них без ума. Пока еще этот район только развивается. Там буквально несколько таких небоскребов настроено. Но это как бы можно запланировать в отдельную программу посещения Москва-сити. Для тех, кто интересуется современной архитектурой и стилем хай-тек. А, кстати, мы побывали же в мавзолее Ленина. Мама была в шоке. Она Ленина видела последний раз лет 50 назад, когда еще от школы приезжала в Москву на какую-то экскурсионную программу. И говорит, до сих пор лежит такой же. И думала, там невозможно сейчас попасть. Думала, он совсем, мавзолей уже закрыт. Или огромные очереди, как всегда. Нет, спокойно и просто. С 9, правда, утра до часу дня открыт мавзолей, и его можно посетить. Только пройдя через секьюрити и, естественно, соблюдая тишину в самом зале, где лежит дедушка Ленин. Вот попали в мавзолей Ленина. Посмотрели на Ленина. Оказывается, сюда входят люди спокойно с 9 до 13. Вход бесплатный. Так что можно еще посмотреть на дедушку Ленина. Теперь идем к Спасской крепости, читая все вот эти таблички. Вот, видели смену караула. Но это все постепенно. Я вам буду и показывать, и рассказывать. Что нас огорчило в сравнении с Лондоном? Туалеты везде платные. Даже в ГУМ мы зашли. Казалось бы, универмаг. Универмаг должен привлекать людей хотя бы туалетом бесплатным, чтобы люди проходили в туалет. И заодно, как и во всех лондонских универмагах, что-то присмотрели, что-то купили и так далее. То есть в Лондоне, в универмагах все туалеты бесплатные. В Москве платно 50 рублей, 40 рублей. Я не знаю, мы не ходили. Заплатно в туалет это западло ходить таким скрягом, как мы. Ну а также музеи, которые всегда были бесплатные. Я, по-моему, в Третьяковскую галерею ходила. Постоянно, когда была проездом в Москве, гоняла туда смотреть картины. Все это было мне бесплатно. Сейчас взрослый билет стоит 500 рублей. Это удивительно. Конечно, тоже в Лондоне в основном все музеи бесплатные. Не считая там Дворцов или Таура. Такие публичные музеи все бесплатные. Про каждый день отдельно, про посещение ГУМа, про посещение ВДНХ и про другие мероприятия, которые были у нас в Москве, я вам расскажу в следующих роликах. Пока на этом все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!